Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал пришёл заковыристый вопрос. Не совсем библейский, но мы попробуем ответить с помощью Библии. Можно ли вступать в близкие отношения, внимание, с будущей женой? Если дал клятву быть с этой женщиной до конца, пока не можешь вступить с ней в брак. Что вам сказать? Ребята, блуд – это блуд. При любых обстоятельствах. Даже если собираетесь жить с этим человеком до конца дней своих. Оно ещё как? Поблудил? Как бы оскомину сбил? Как бы не такая она уже и красивая, не такая она уже желанная, не такая она уже симпатичная. И, в общем-то, да как-то и, может, и стоит подождать. А зачем ещё торопиться? Собственно, то, что ты должен был получить только в результате брака, ты уже получил просто так. И думаешь, так, ну, пока ещё не женился-то, да чего я торопиться? Может, ещё пожить? Это вообще как-то не так и интересно. А вот если уже был какой-то опыт с кем-нибудь другой, слушайте, а там было как бы повеселее. Чё-то, да, чё-то я передумал. Поэтому, девоньки дорогие, берегите себя. Если ваш молодой человек говорит, давай вместе поживём до брака, надо лучше друг друга узнать, то он просто хочет удовлетворить все свои страстные инстинкты. И не более того, помадросит и бросит. В редких случаях создаётся брак. В редких, крайне редких. И у вас может быть среди ваших подружек даже этот положительный опыт. Но он всё равно исключение. На исключение правил не построишь. И не факт, что у вас получится точно так, как и у них. И всё равно это блуд. Всё равно. Всё равно ваше тело и плоть теперь и дух едины. Это двое вплоть едины уже стали. Но в отличие от законного супружества, этот брак беззаконный. Потому что вся форма брака существует, но не существует его содержание, его духовного фундамента. Поэтому, девоньки, не ведитесь. Мальчики, храните целомудрие тоже. Не пытайтесь оправдать желание поблудить какими-то высокими нормами и тем, что, в принципе, уже невеста, уже через неделю, через день. Даже через час она уже будет твоей невестой, всё равно ваши отношения будут блудными отношениями, безбожными, греховными. Поэтому, дружище, подожди, потерпи и жди печати в паспорте и одобрения вашего союза Богом и обществом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok